привет всем хочу рассказать о своем мобильном телефоне nokia 301 dual sim на 2 sim карты это уже будет мой второй рассказ об этом телефоне первый рассказ я проводил где два месяца назад вот как же повел себя телефон за это время как же он себя зарекомендовал обо всех его достоинства и недостатках я хочу рассказать вам сейчас ну давайте начнем наверное с корпуса телефона как видите у меня белый цвет я его выбрал вот мои сомнения по поводу того что значит это будет марки и цвет в общем-то не оправдались пластик не марки и он не мажется в общем-то я канцелярский работник каких-то там особых загрязненных условиях телефона меня не был поэтому всегда он чистенький всегда он беленький то есть опасаться здесь ничего значит матовая поверхность она делает не такими видимыми потертости царапины что тоже очень-то радует но и надо помнить всегда о том что общем-то пластики из пластик то есть царапины возможны и нужно естественно как можно больше корпус от этого оберегать какое-то попадание грязи куда-то что-то в общем-то у меня это не оправдалось не произошло нигде ничего поэтому по корпусу претензий как таковых нет телефон у меня не падал не раскрывался нигде ничего не происходило но и по-прежнему осталось в общем так как вот в первом обзоре я отмечал удобство расположения телефона в руке в принципе то же самое и сейчас в общем то также удобно также в общем то хорошо в руке привычка не вы выработанная привычка к удобству телефона то есть она осталась до привычное удобство вот так вот можно правильно это все назвать значит ну по поводу аккумулятора могу отметить следующее значит аккумулятор полностью отрабатывал себя и выходил на полный режим где-то примерно полтора месяца скажем так вот тогда он прошло полтора месяца и он заработал без каких-либо перепадов без каких-либо сбоев все четко все хорошо все нормально сейчас уверенно совершенно такого напряженного графика он у меня может выдерживать три дня три дня то есть большое количество звонков в рабочем режиме но в легком таком как я его называю семейным режиме может быть и 4 и 5 6 дней но все будет зависеть от количества естественно звонков вот меню телефона довольно таки разнообразная меню телефона обширная сразу скажу всеми пунктами меню я не пользовался то есть да мне это не нужно было в принципе я пользовался все верхней строчкой это календарь это контакты это музыка фото естественно сообщение пользу использовались параметры и дисплей sim на то есть но это понятно что без этих без этих функций пользоваться телефоном практически невозможно все остальные интернет функции мне были в общем-то не интересны ничего особенного рассказать о них не могу в принципе интернета хватает мне и дома у меня и ноутбук и все что угодно есть поэтому как-то не было такой необходимости одно отдельное отдельно вот хочу отметить меню bluetooth в общем-то оправдала на себя вот как в первом обзоре я его в общем-то положительно они отзывался так вот уже спустя два месяца такие же положительные отзывы о меню такое же быстрое соединение с компьютером все очень-то нормально передачи информации происходит довольно таки быстро загружаются и фото и видео все достаточно тоже быстро но отражение таких вещей как и смс там или чистка телефона или контактов ну это вообще практически моментально то есть ну каких каких-либо претензий нет но одно что конечно как в первом на своем ролике так и сейчас могу отметить что жаль конечно что производители только предусмотрели nokia pc sweet для меня bluetooth то есть одна только нокиевская программа работает совмещена с этим телефоном nokia sweet более интересная программа почему-то ее не совместили с этим с этой моделью что будем работать nokia pc sweet и дальше может со временем появится возможность работать и в nokia sweet цену далее ну режимы понятное дело я использовал будильник тоже использовался видеокамера камера ну то камере могу сказать несколько слов камера уже как указывает производитель 3 2 пикселя вот здесь можно увидеть на экране она сидну как в общем-то стал я ее использовать для копирования документов сам для себя открыл недавно такую вот функцию возможности использования в одной организации мне нужен был документ мне вы никак не хотели давать на руки даже не дали до ксерокса с ним сходить но и пришлось копировать его именно фотографировать не копировать а фотографировать телефоном первая попытка была неудачная потому как попытался снять весь документ в лист формата а4 то есть обычный стандартный лист воспроизводился он не очень хорошо потому как шрифт был мелкий достаточно но пришлось навернуться по второму разу потому как фотоаппарата у меня нет вот видеокамеры тогда еще тоже не было и недавно приобрел поэтому снимал опять же мобильным телефоном только снимала теперь листов два приема вначале снимал верхнюю часть листа потом снимал нижнюю часть листа таким образом все воспроизводил у себя на экране монитора все воспроизводилась довольно таки прилично все можно было читать скажу сразу качество было не супер там каким-то даже любая мыльница наверное с него лучше понятно что все таки 3 2 мегапикселя нужно понимать что это такое это не 10 и не 12 но тем не менее документ смог обработать то есть все это получилось недавно прошли совершенно недавно отчеты годовые сейчас у нас февраль месяц в январе я уже закончил все отчеты там тоже была масса стендов масса информации которую нужно было со стендов переписывать ну естественно ничего этого не делал тут же достал фотоаппарат мобильного телефона такие мобилкой все снял на стендах обычно все крупным шрифтом напечатано там снимать вообще все хорошо и удобно и дома все это в компьютере не нормально без ошибок заполнил все ведомости все документы и все время сдал то есть ну вот такая вот функция интересная еще и заметил что люди в общем-то используют довольно таки часто для съемки товаров в магазине вот когда что-то хотят приобрести вот просто достают мобильный телефон и щелкает дома потом это все можно на компьютере нормально просмотреть нормально увидеть но в принципе стал этим пользоваться и я раньше как-то этого не использовал но были телефоны с фотоаппаратами но почему-то эта идея пришла именно с этой моделью телефона ну почему-то так случилось да ну рекомендую вам этим пользоваться этой функции вот я так думаю что все это в общем-то вполне приемлемо калькулятор довольно таки примитивный как и во всех общем-то мобильных телефонов бюджетной версии в общем то нужно однако пользуясь этим телефоном все-таки понимать что телефон до 100 долларов стоимостью он не будет иметь каких-то там супер выраженных функций не будет иметь он там 10 мегапиксельной камеры ну и так далее ну и тем не менее то что сейчас представлена в этой модели чем-то nokia как всегда оправдала себя сама фирма осталась в очередной раз как мне кажется на высоте единственное что вот меня просили отметить по проигрывателю не удалось мне все-таки найти воспроизведение музыкальных файлов их вас воспроизвожу всегда с карты памяти то есть нужно входить в каждую мелодию отдельно да то есть вот у меня есть набор мелодии я не могу их воспроизводить одним файлом то есть запустить и положить в карман и забыть и они сами по себе там будут меняться на вот приходится каждую мелодию вводить отдельно вот ну и так далее вот пришел следующее что-то вот несколько слов могу сказать об экране экран себя провел в общем-то достаточно тоже неплохо на солнце в солнечную погоду было все видно то есть снег солнышко вокруг ярко все было достаточно света много и тем не менее ничего все я видел на экране но если чую рукой прикрыть так вообще все замечательно видно было хорошо что могу сказать в конце в конце концов об этом телефоне приобретайте приобретайте то есть я не жалею о покупке многие люди которые приобрели пишут положительные отзывы о нем в общем-то многие довольны бюджетно недорого качественно весьма связь хорошая никаких никаких проблем связи я не ощущал единственное что когда выезжаешь за город там где уж совсем где прием плохой ну там да там понятное дело что где-то как-то связь ухудшалась но в целом рекомендую аппарат то есть не думаю что пожалеете спасибо за то что были со мной этот короткий промежуток времени делайте ваши покупки смотрите обзоры в интернете и пусть ваши покупки вас радуют на этом спасибо большое подписывайтесь на мой канал будут еще и другие интересные видео всем спасибо за внимание до свидания и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...